Самоизоляция или работа? Путин? Путин. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 22. Сколько весишь? 64 килограмма. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Да. В какой школе училась? Я училась в художественном интернате, так как я с области, и мне приходилось оставаться, жить сама и учиться. В какой ты национальности? Я русская, татарка, гречанка и хохлушка. Веришь в Бога? Конечно. А инопланетян? Нет. Часто ходишь к экстрасенсам? Периодически хожу, чтобы отчитываться. Ты суеверная? Нет. Твои странности? Я люблю общение, но не люблю общаться. Я часто очень игнору своих друзей, но это не специально, и они меня понимают. Кем работаешь? Я работаю визажистом. Какое образование? Выше. Что ты делаешь лучше остальных? Е. Всегда, везде и при любых обстоятельствах. Ты сама себя обеспечиваешь? Конечно. Сколько тратишь денег в месяц? Не меньше 500. Сколько зарабатываешь? Не меньше 1000. Сколько стоят твои услуги? Макияж идет от 200 тысяч. Это стандарт. Самый дорогой подарок от мужчины? Ну, прям сумму говорить. Сколько? Ну, 10 тысяч. На шопинг и косметику. Самый дорогой подарок мужчине? Айфон. Ну, который я делала. И золото. Ты из бедной семьи? У нас никогда не была бедная семья, но после смерти папы мы испытывали временные трудности, но сейчас их нет. Первая работа? Я работала официанткой. В России, на Ганге. Если вы знаете, там продавали очень вкусное мороженое и сейчас труды. Сколько лет тебе было? Мне было 14 лет. У тебя есть машина? Нету. И не хочу. Какой у тебя телефон? У меня два телефона. Один седьмой, чтобы фоткать в макияже. И одиннадцатый, просто, ну, у всех одиннадцатый я хочу. Это подарок? Ну, как сказать, я сама покупала. Но потом мне его передарили, так как мой зеленый начал гнать. Дралась? Да. Но давно. С кем и почему? Я дралась один раз из-за того, что до меня докопались две девочки из старших классов. Из-за мальчика. А потом я защищала свою подругу. Попадала в изолятор или тюрьму? Нет. Я была в РОВД, давала показания. Ну, то есть, как, была свидетельцем. Чего? Первое, это происшествие с моей подругой на я день рождения. Надеюсь, ты это видишь и тебе стыдно. Вот. А второе, это ситуация была в школе с моей сестренкой недавно. Насколько ты ревнивая? Ммм, вот настолько. Я очень ревнивая. Твой первый поцелуй? Мне было 17. Какой он был? До сих пор стыдно. Я соврала, что я умею целоваться, а на самом деле я не умела целоваться, и это было очень стрёмно. Сколько раз тебе изменяли? Один раз. Ну, один человек. Ты изменяла? Да. Кому? Ему. Ты прощала измены? Нет, никогда. Спала с чужим мужем? Нет, но хочу. Могла бы быть второй женой? Нет. На тебя поднимали руку? Да. Кто и когда? Это был мой жених, из-за чего мы потом с ним расстались. Как относишься к лесбиянкам? Абсолютно нормально. А геям? Также. Был однополый опыт в твоей жизни? Был. И он был один. И больше я не хочу. Как относишься к проституткам? Лояльно. Это не моя жизнь, и не мне их судить. А если это твоя дочь будет? Я надеюсь, она такой не будет. Самое главное в отношениях? Верность. Часто плачешь? Всегда. Я очень сентиментальна, и любые фильмы, какие-то трогательные моменты меня доводят до слез. Когда в последний раз плакала и почему? Очень сильно. Я плакала, когда начался коронавирус. Увсеместно. И я прочитала новость, что заболел Джеки Чан. Я так разрепелась, что мой любимый актер. И он уже в возрасте. Я начала реально переживать. Но, оказывается, это просто была утка желтой прессы. И я успокоилась. Как тебя предавали? Рассказывали мои секреты. Однажды моя подруга скрывала от меня то, что мой парень изменяет. А позже, когда я рассталась и начала общаться с другим человеком, я побежала и рассказала ему об этом. Женская дружба существует? Нет. Я не верю в нее. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да, верю. Самый худший твой поступок по пьяни? Я послала всех. Человек десять, которые были со мной в компании. Но они того заслужили. И если у меня появится возможность послать их еще раз, я сделаю это с радостью, с удовольствием еще раз. Употребляла наркотики? Было. Какие? Я пробовала траву, затем два раза эксклюзи и один раз ЛСД. Ты красивая? Наверное. Какой у тебя есть комплекс? Неполноценности. У меня очень много комплексов по поводу внешности. Любимое матершиное слово? Заебали нахуй. Самое главное во внешности мужчины? Невнешность. Часто врешь? Да. Ты сплетница? Нет. Как тебя хейтят? Мне плевать. Что скажешь своим хейтерам? Иди на хейтер. У тебя есть фейковые аккаунты? Нет. Но был. Одно время. Для чего? Я следила за своим бывшим. Ну и сейчас он бывший, а тогда он был мой парень. Проверялась на ВИЧ? Да. Когда и почему? Недавно, потому что я вставала на учет в поликлинике, заводила анкету и отправили на анализ гепатита, ВИЧ, еще чего-то. Биокими вроде это называется. Боишься коронавируса? Нет. Нет. Насколько ты оцениваешь свою красоту от одного до десяти? Пять. Ты одинока? Нет. С милым рай в шалаше? Конечно. Сколько у тебя было парней? Четыре. А сколько партнеров? Четыре. Накручивала подписчиков? Нет, но участвовала в гивах, чего вам не советую. Делала пластику лица или тела? Я не делала ни одной операции, кроме укола в губы, если это считается. И все. Размер имеет значение? Конечно. Ты принцесса? Нет. Не панда. Что? Продолжение следует. Продолжение следует...